Здравствуйте, дорогие друзья! Наравинская детская библиотека предлагает вам познакомиться с книгой Андрея Шутца «Мамина сокровище». О чём же эта книга? Маленькая шустрая обезьянка-колёсик живёт в джунглях вместе с мамой. Однажды малыш узнаёт, что бывают на свете дорогие сокровища. И тогда он отправляется на поиски клада. А кого он встретит на долгом и опасном пути, мы с вами узнаем, прочитав книгу. Среди густых лиан в джунглях жила была семья мартышек. Малыш-колёсик был самой любопытной и резвой обезьянкой в семействе. Как-то раз мама рассказывала ему сказку. — Принц оказался в тёмном-притёмном лесу, — говорила она. — Прямо как у нас в джунглях, да, мама? — перебил её колёсико. — Да, милый. Шёл он, шёл и увидел, как впереди что-то блестит. — И что это было, мама? — спросил колёсик. Там лежало сокровище. Золото горело ярче солнца, и разноцветные алмазы сияли, как твои глаза. — Ярче солнца, как здорово! — воскликнул колёсик. — Вот бы найти такой клад. — И что бы ты с ним сделал? — улыбнулась мама. — Я бы подарил его тебе. — Ну, спасибо, ты очень щедрый малыш! — засмеялась мама. С тех пор колёсик только и думал, где найти сокровище. Не может быть, чтобы нигде в джунглях не было хотя бы малюсенького клада. Может быть, кому-нибудь уже посчастливилось его найти? Пойду спрошу у лягушки, вдруг она знает про это что-нибудь. Пошёл он на болото и спрашивает. — Лягушка, лягушка, ты не знаешь, где мне найти настоящий клад, чтобы было золото и алмазы? — Зачем тебе золото? — удивилась лягушка. — От него же никакой пользы. — А разве от сокровища должна быть польза? — Конечно, польза должна быть от всего. Вот я, например, просыпаюсь раньше всех в джунглях и своими песнями бужу солнце. — Я считаю, что моё пение — это самый настоящий клад. Хочешь, я научу тебя петь? — Спасибо, лягушка, в другой раз. Сейчас я ищу сокровища, чтобы подарить маме. — Ну, не знаю, сходи к хамелеону. Он очень хитрый. Может, он подскажет, где найти золото и алмазы. Пришёл колёсик к хамелеону и говорит. — Привет, хамелеон, ты не знаешь, где берут сокровища, чтобы было золото и алмазы? — Вот ещё выдумал, — засмеялся хамелеон. — Зачем мне нужно золото? Его даже съесть нельзя. От него нет никакой пользы. В джунглях полно опасностей, а золото не поможет от них спрятаться. Вот я, например, умею менять цвет кожи. Знаешь, какое это полезное дело? Настоящий клад. Могу и тебя научить. У меня тут как раз есть несколько масок. Наденешь, и тебя никто не узнает. — Как-нибудь в другой раз вздохнул колёсик. — Значит, ты не знаешь, где найти золото и алмазы? — Нет, — честно ответил хамелеон. — Спроси у питона. Он самый мудрый в джунглях. Наверное, он знает. Пошёл колёсик к питону, который висел на лиане. — Здравствуй, питон. Ты не знаешь, где можно найти какой-нибудь клад? — Нет, обезьянка, — прошипел питон. — Я ничего про клады не знаю. Зато я умею сложиться в любую букву на свете. Хочешь, научу тебя читать. Ведь знания лучше любого клада. Вот смотри, это буква А. Питон неторопливо заплёл хвост так, что и правда получилась буква А. — Я потом приду к тебе учиться, — пообещал колёсик. — А сейчас я ищу сокровища для моей мамы. — Ну, тогда сходи к попугаю, — ответил питон. — Он любит всё блестящее. Может, он знает. Когда попугай увидел колёсико, он очень обрадовался. — Привет, обезьянка, хочешь послушать, как я выступаю? — Привет, попугай. Вообще-то я хотел спросить у тебя, где можно найти настоящее сокровище? — Ну, так ты его уже нашёл? — Правда, — обрадовался колёсик. — И где же оно? — Я, я — настоящее сокровище. Я самый красивый, самый умный в джунглях, — прокричал попугай и надулся от гордости. — Вот как, — удивился колёсик, — а я думал, что сокровище — это золото и алмазы. Попугай очень обиделся и больше не захотел разговаривать с колёсиком. Вдруг колёсик услышал, как кто-то кричит из кустов. — Алмазы чистой воды, посмотрите, как они прекрасны! Подошёл он поближе, видит маленький паук, любуется каплями росы. — Паучок, где тут алмазы? — спросил колёсик. — Они очень нужны для моей мамы. — Разве ты не видишь обезьянка? Вот же они! — сказал паучок и показал на капли росы. — Нет ничего прекраснее, правда? Знаешь, как они горят на солнце всеми цветами радуги? — Да, это очень красиво, — сказал колёсик. Но мама говорила, что алмазы — это камни. — Нет, мои алмазы — это капли росы, — ответил паук. — Каждое утро я любуюсь ими, ведь красота — это и есть настоящий клад. — Надо же! — удивился колёсик. — Сколько зверей в джунглях, и у каждого своё сокровище! Пошёл колёсик дальше. Видит, на скамейке сладко спит ленивец. Подобрался колёсик поближе и пощекотал спящему нос. — Пчхи! — чихнул ленивец и открыл глаза. — Привет, обезьянка! Что это тебе не спится в такой тёплый день? — Я ищу сокровища для моей мамы, — ответил колёсик. — Ну что ж ты хорошо придумал? Глаза ленивца снова закрылись. — Я знаю, где можно найти парочку отличных кладов. Услышав это, колёсик даже подпрыгнул на месте. — Где ленивец? Где их найти? — В мечтах! Все клады находятся в наших мечтах. — Ну где же ещё? — ответил ленивец и громко захрапел. Наступил вечер. Колёсик устал и совсем загрустил. Видит, лежит большая собака. — Привет, обезьянка! — сказала она. — Куда ты идёшь? — Привет, собака! — вздохнул колёсик. — Понимаешь, я весь день искал клад, чтобы подарить его маме. Но никто не знает, где найти настоящее сокровище, чтобы были золото и алмазы. У каждого свой клад. У лягушки — пение, у хамелеона — его умение прятаться, у питона — мудрость. Паук считает, что настоящее сокровище — это красота. А ленивец говорит, что любой клад можно найти в мечтах. — Просто не знаю, где мне найти золото и алмазы для моей мамы. Собака тихонько засмеялась. — А ты не думал, вдруг твоя мама знает, где найти сокровище? Тебе нужно пойти и спросить у неё. — Правда? — удивился колёсик. — Почему я сам до этого не додумался? — Спасибо, собака! Тогда я побежал к маме. — Беги, беги, малыш! Солнце уже садится! — сказала собака. Тем временем совсем стемнело, и колёсик чуть не заблудился. — В какую сторону мне идти? — подумал он. Вдруг на тропинке блеснул яркий свет, и обезьянке показалось, что он наконец нашёл своё сокровище. Но это были не алмазы, а просто живой фонарик, маленький светлячок. — Эй, обезьянка, что ты здесь делаешь? — спросил он колёсик. — Я искал сокровища для мамы, — ответил колёсик. — А теперь ищу дорогу домой. Помоги мне, светлячок. — Конечно, пойдём, я тебя провожу. Я всем помогаю найти дорогу. Мой фонарик — это настоящий клад. — А я-то думаю, что клад — это золото, алмазы. Он улыбнулся колёсик и побрёл вслед за светлячком домой. Когда мама увидела сына, она очень обрадовалась, взяла его на руки и крепко прижала к себе. — Мой хороший, любимый малыш, где ты был так долго? — спросила она, целуя его. — Прости меня, мамочка, я искал, искал для тебя клад, но так и не нашёл, — ответил колёсик и тяжело вздохнул. — Для меня, — удивилась мама, — разве ты не знал, что моё сокровище всегда со мной? — Как же так? Я не видел у тебя ни алмазов, ни золота, — воскликнул колёсик. — Моё сокровище дороже, чем все алмазы и всё золото на свете, — нежно сказала мама. — Такое дорогое, — изумился колёсик. — Да, — улыбнулась мама. — И что же это? — с интересом спросил сынок. — Я тебе покажу, — сказала мама изо всех сил, стараясь не засмеяться. Она достала зеркало, поднесла его к мордочке колёсика и с улыбкой спросила. — Видишь теперь? — Так это ж я, — воскликнул колёсик. — Выходит, это я твоё сокровище? — Ну, конечно, малыш, — поцеловала его мама. — Ты моё самое бесценное сокровище. — Значит, получается, я сам себя искал весь день, — засмеялся колёсик. Мама тоже засмеялась. Она ещё крепче обняла сына, и он рассказал ей о своих приключениях. — Ну вот, сынок, теперь ты знаешь, что сокровищем называют то, что дороже всего на свете. Не обязательно золото и алмазы. У каждого бывает своё сокровище, которое он любит больше всего. А для мамы это, конечно, её ребёнок. Она прижала к себе сыночка и нежно его поцеловала. А для ребёнка — мама, — ответил колёсик и крепко обнял её в ответ.